Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Андрей Дред Голубев и теперь я официально являюсь игроком команды Hellraiders. Это будет сейчас первое интервью, где у меня спросят про различные дота-ивенты, про цели команды, про мощность нашу, скажем так, ну и про послеинтернешнлский перешаффл. Таких видео будет в будущем много, только открывается сайт, ну и соответственно подписывайтесь и будьте в курсе. Интернешнл 4 ты там работал, очень много провел времени в качестве аналитика, комментатора, эксперта. И вот ты находился там, а кто-то сражался там за титул чемпиона. Может быть именно тогда что-то лишний раз щелкнуло, а может вернуться на профессиональную сцену? Не, ну естественно, это я сейчас попал на второй мой интернешнл, первый был по уровню даже не сравним с этим. И вот эти вот команды, опять же, я долгое время не был на просцене, ну я старался, но это не назвать особо просценной результаты, которые были у моей команды. Вот, поэтому, да, толчок определенный был, мотивация появилась еще больше даже. Она, я не могу сказать, что не была, но она появилась еще больше. Вот, смотреть, как там просто выступают твои даже друзья, знакомые или все игроки, почти всех я там знаю. Вот, и естественно, это очень сильно мотивирует. То есть, Интернешнл немного помог, да, вот стал толчком к профессиональной сцене? Ну, я и до Интернешнл, в принципе, хотел в этом году еще на максимуме постараться. Вот, а Интернешнл только помог. Просто вернуться к игроку. Как вы быстро собрали вот этот текущий состав, который уже вызвал столько споров, обсуждений, почему так, почему никто другой, и сколько времени вам уже удается вместе тренироваться? Ну, играем мы, тренируемся все вообще возможное время. Вот, а что не тренируемся, то стараемся общаться как-то с командой, все-таки поддерживать состав, как заниматься тимбилдингом, учитывая наши возможности, которые, ну, на удаленном, конечно, когда мы далеко друг от друга в разных городах, это, конечно, сложно сделать, но вот будет Лан, еще он скрепит команду немного. Вот, а по поводу состава, ну, да, у многих могут быть вопросы, то, что игроки некоторые не очень известные, скажем так, некоторые, скажем так, пользуются немного нехорошей славой, может быть, даже, там, по разным причинам. Вот. Но этот состав нам сейчас конкретно подходит очень хорошо, потому что дело не в том, насколько человек звезден, или, там, как его любит публика, просто дело в том, что какой человек, на самом деле, есть в команде, то есть, как он себя проявляет, там, спокойный человек, там, не знаю, активный, молчаливый и так далее, просто, вот, я считаю, что на данный момент у нас команда, как одно целое, очень неплохо сочетается. Ну, есть, конечно, вещи, которые нужно исправлять, но на то это и команда, на то, собственно говоря, нужно время, чтобы достичь результатов каких-то. Каковы роли в команде? Кто выполняет такую роль? Ну, у нас пока только с двумя ролями мы более-менее определились, то, что у нас Йоко играет на миде, и Алохо у нас тоже выполняет роль соло-игрока, в большинстве своем на легкой линии, вот. Иногда изредка они свапаются, но это становится все реже и реже, скажем так. А вот мы свои трипло, я артстайл Адубас, мы иногда меняемся в зависимости от героев, то есть, если какой-то человек имеет больше желания играть на героя, тренировать его, то почему нет, собственно говоря, лучше, чтобы человек знал свой герой отлично, а не выполнял там какую-то другую роль, играл на другом герое, смотрел просто как вот его тиммейт иногда в некоторых простых ситуациях допускает ошибки на этом герое, просто потому что он ему как бы не нравится, и тренироваться на нем ему сложно, пересидеть себя, вот. Поэтому мы иногда свапаемся, но в большинстве своем у нас артстайл играет на кэрри, если мы идем втроем на линию, вот. И Адубас играет на хардлайне, когда мы идем в легкой, он идет один, примерно вот так вот. Ну, возможно, это изменится, все это покажет время. Ну, конечно. Зрителям, болельщикам тоже вашим, которых будет много, я уверен. Надеемся. Интересно, какие вот игроки команды, как это сказать, в общении, да, кто тихий, кто заводил, а кто держит порядок в команде? Так, хорошо. Порядок в команде у нас не держит никто, это пока проблема, хотя, не знаю, посмотрим. Вот, ну, Йох у нас тихий, он, как в свое время Лост, в принципе, в основном молчит, но когда надо какую-то информацию сказать важную, он говорит, естественно. Вот. Алоха у нас это такой импульсивный молодой человек, ему, кажется, 17 лет сейчас, вот, и, понятное дело, он рвется, рвется к победе, к успеху, рвется просто показать себя. Молодец Алоха, в Доту бы еще почаще играл вместо КСа. Вот. Ну, артстайл, капитан, соответственно, каким он был, таким и остался, кто не знает, то человек, который руководит игрой, собственно говоря, после игры обсуждает, ну, рассказывает, что не так, по его мнению, потому что это намного лучше, если один человек, который имеет авторитет, будет говорить, что не так, что нужно изменить, чем если у каждого будет свое мнение и будет какой-то, грубо говоря, хаос и балаган. Вот. Так что Иван рассказывает, говорит, кто не прав, кто прав, иногда даже грубо говорит, в грубой форме, но что ж поделаешь, капитан, надо слушать. Вот. Доминирует нас. Вот. Ну, Дубас это тот такой спокойный человек, который дает инфу, все делает хорошо, на линии тоже. Вот. Я бы сказал, он сейчас самый стабильный, наверное, в команде, потому что, там, допустим, тоже Алохи у Йоко бывают моменты, где, там, недовыполнил, грубо говоря, перевыполнил, а вот Дубас, он свою роль четко отыгрывает, и такие игроки очень ценны, на мой взгляд. Вот. Ну, а я, я просто, как бы, ничего, я вообще плохо играю в эту игру, не знаю, шучу там иногда, ну, такое. У тебя просто есть. Да, да. У меня, естественно, кикнут потом, но это уже потом, собственно говоря, будет, об этом потом поговорим. Когда уже, да. Через несколько дней, буквально, ваш первый турнир на лане, это DreamHack. Как дались отборочные по настроению, да, по ощущениям? Как вы вообще оцениваете свои шансы? И вопрос такой, вот, три дня буткемпа всего вы выбрали до DreamHack. Почему так, не знаю, мало-немало, почему именно такое решение? Так, ну, по порядку, значит, отборы. Начнем с отборов. Вообще сыграли, конечно, не безошибочно с собой, мы, естественно, не очень довольны, потому что много допустили досадных ошибок. В финале проиграли, в финале Венеров проиграли, то есть пришлось еще на следующий день нам тоже играть, бороться. Вот, но благо выиграли, это уже отлично, и вот, собственно говоря, мы уже готовимся к DreamHack, и насчет этого буткемпа, это не совсем даже буткемп, потому что мы будем тренироваться на месте проведения, это больше как адаптация к месту турнира, это такую роль в первую очередь несет с собой, потому что буткемп все-таки это немножко другое мероприятие, это когда вся команда живет где-то в одном месте, там же она, собственно говоря, играет, и нету никаких посторонних людей, просто-напросто формируется команда, грубо говоря. Вот, ну три дня, потому что сочли, что, во-первых, это будет достаточно для нас, чтобы как-то здесь освоиться немного, и слишком мало времени, чтобы поссориться друг с другом. Вот, тоже, в принципе, нормально. Ну и учтем тот факт, что времени было мало, решили побольше немного потренироваться в онлайне, с удобных для себя мест для игры, собственно говоря, где мы показываем максимальные результаты на данный момент. Вот, поэтому так и вышло. Ну и последнее, шансы, значит, какие у нас шансы. Вообще, не буду скрывать, команда все еще формируется, то есть у нас нету какого-то такого определенного стержня, нету одного общего понимания игры, но результаты довольно-таки неплохие. На тренировках можем обыграть какую-то сильную команду, можем, конечно, и проиграть, но это в порядке вещей. На самом деле не решу искать, какие результаты, но надеюсь на лучшее. Окей. По поводу максимальных результатов в онлайне, вы сейчас участвуете в крупнейшем турнире, в Старладере, и уже есть несколько поражений. Может, как-то и подсобраться пора? Да, конечно, пора подсобраться, но вот эти вот поражения, они, скажем откровенно, это не топовые команды, то есть не те же там Na'Vi, Team Secret, которые сейчас выступают на очень высоком уровне. Вот, но из-за чего это все идет? Просто-напросто потому, что у нас не построена своя игра какая-то. Вот своя такая дефолтная хорошая игра, с которой уже можно показывать хорошие результаты, когда не надо ничего выдумывать, интересно, чтобы пытаться победить, а просто показывать свою игру. Такого пока нет, мы к этому идем, и я надеюсь, что по ходу турнира мы придем к чему-то такому и уже будем выступать на уровне. Все-таки нужно же понимать, что команде очень мало времени, тренировки с сильными командами пока не так часто происходят. И, грубо говоря, играем с тем, что у нас есть, с тем малым багажом опыта. Все-таки, опять же, первый турнир сейчас для нас будет, тот же, скажем, Алоха, он вообще, насколько я знаю, в серьезных турнирах на ланах очень мало играл. Вот, Йоко тоже довольно молодой игрок. Ну и мы с Иваном, с Дубасом, старперы, которые уже все забыли. Вот, ну, надеемся, вспомним. Можно вспомнить. Хорошо, StarLadder понятно, наберем темп, все будет хорошо. А вообще планы какие-то есть? Вот еще другие турниры, сейчас много лиг, много интересных предложений. Есть какие-то конкретные лиги, в которые хотелось бы ворваться? Ну, у нас политика сейчас одна. Мы играем все, что можно, на все, что хватит времени, сил, потому что нам просто тупо нужен опыт. Очень много опыта, очень много играть, желательно турниры, выходить желательно подальше, играть с сильными командами в таком ключе. Потому что сейчас вот на данном уровне пытаться выборочно играть какие-то турниры, там, с какими-то высокими призовыми, или же, может быть, наоборот, с какими-то небольшими призовыми, но с легкими соперниками, это совсем не вариант. Это так особо ни к чему не прийти, поэтому просто будем играть все, что можно и развиваться. Окей. То есть конкретный турнир прямо сейчас не назвать, да? Ну, сейчас конкретные турниры, это, соответственно, самые именитые. То есть на данный момент это только StarLadder. По мере их появления, соответственно, будут тоже расставляться приоритеты. Но, опять же, как-то специальных каких-то планов, стратегий пока нет. Пока мы просто набираем опыт и играем по максимуму. Набираем форму. Да. Вот уже несколько раз у нас прозвучала команда сильная, слабая, Team Secret, опять же, Team Tinker. Смены в составе Na'Vi, в составе Альянса. Вот этот решаффл после International, вообще, к чему он приведет? Своё мнение по этому. Ох, я вот в решаффлах всегда был слаб, на самом деле. Я не знаю, к чему он приведет, потому что может привести к чему угодно. Тут дело такое, что игроки, по сути, формируются, там, какие-то из топовых команд, грубо говоря, в одну ячейку, из средних команд, в другую и так далее. Но тут есть еще такой вариант. Не факт, что если пять очень сильных человек будут играть вместе, не факт, что они сыграются. Они могут не сойтись характером, например. Я знаю, что тут P.E. сложный характер, и он, как бы, является капитаном. Если будет еще такой же человек, который будет ему перечить или не соглашаться, тоже какая-то сильная личность будет, то будут просто-напросто проблемы, они могут не сыграться, из-за этого проигрывать многим игрокам. Хотя сейчас результаты у них, по крайней мере, на Клан Лору хорошие. Они играют очень необычно, они периативно подходят к игре и, собственно говоря, выдают очень хорошие результаты. Окей. За китайцами следишь, там, у них же тоже изменения какие-то, а они сейчас вроде как посильнее всех. За китайцами сложно следить, за ними будем следить, когда уже сами к чему-то придем и, возможно, подворовывать у них что-нибудь. Потому что они-то как раз это те самые люди, которые очень серьезно относятся к делу. Они, ну, сложно сказать, из Европы, мне кажется, вообще никто так не относится. Какие бы зарплаты не были, какие условия и так далее, просто менталитет не позволят. А тут люди, они просто шлифуют свою игру по максимуму. Они, то есть, могут один момент отработать, там, за день расстой, не устать и даже хотеть там, может быть, еще больше. Не, может быть, конечно, не хотеть, может быть, все как бы через силу, но это правильно все-таки. Вот, поэтому и за ними стоит следить, какие-то моменты, может быть, присматривать у них какие-то интересные, учиться у них можно просто-напросто, особенно вот на таком уровне, если игроки молодые, это очень хорошо, просто-напросто посмотреть, ну, как это назвать-то бы, немножко забыть про, там, гордость какую-то или что-то подобное, забыть, потому что, вот, я самый сильный, мне еще не надо, как они играют, мне все равно, я их выберу. Просто посмотреть, потому что они, действительно, те люди, на которых стоит равняться, у которых стоит учиться. Конечно, не стоит играть, как они же, вот, просто что-то взять свое в себе в игру, грубо говоря. Настало время прощаться, дорогие друзья. Напомню, что полную версию этого интервью, текстовую версию, можно будет посмотреть на сайте hellraisers.pro. Вот, к сожалению, пока что там мало дота-контента, потому что все-таки первая команда была по Counter-Strike, но если вы болельщик Counter-Strike, вам тоже туда болейте за HR. Вот, подписывайтесь также на YouTube-канал, в котором будет все больше и больше видео подобных, возможно, видео с буткемпов и, в принципе, различных инсайдов из команд. Вот, и спасибо вам, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok